МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова здравствуйте, уважаемые друзья! Национальная шведская биатлонная арена. Мы в прямом эфире. Сегодня улучшила свои позиции в Кубке наций. Если перед вчерашним спринтом мы были только лишь десятыми, то сейчас переместились на пятую позицию. Первыми норвежцы стоят, дальше французы, немцы и чехи. Сегодня нулевая температура, сегодня снова будет прилично разбита трасса. Итак, Гараничев стартует пятым, Шипулин шестым, восемнадцатым. Двукратный чемпион Всемирной универсиады Александр Печенкин. Минута 19 отставания, 21-й стартовый номер, плюс минута 27 от лидера Дмитрия Малышко. 31-й плюс минута 46 Максим Цветков и Тимофей Лапшин. 42-й, 2.06 отставания. Трасса очень сложная, сегодня сразу же практически с самого начала спортсмены поднимаются наверх. Восемь подъемов и причем два из них очень приличной категории сложности, поэтому здесь отдыхать будет некогда. Стартовый лист, уважаемые друзья, на ваших экранах. Обладатель красной майки Мартен Фуркат, он лучший преследователь по итогам прошлого сезона. Ну а что касается желтой майки лидера Кубка Мира после первых двух гонок, уверенно на этой первой позиции Эмиль Хегли Свенсен, в то время как Мартен Фуркат занимает достаточно скромную девятую. Лучший из наших в тотале Евгений Гараничев на седьмом месте, но здесь, как мы понимаем, вся борьба впереди. Настроение прекрасное, зрителей на трибунах много. Итак, сегодня первые личные контактные гонки в рамках стартового этапа Биатлонного Кубка Мира. Готовим! Внимание, мы в прямом эфире на телеканалах «Россия-2» и «Спорт-1». Готовятся спортсмены бежать 12,5 километров по сьюта и использовать при этом четыре огневых рубежа. Обратим внимание на очень хорошее выступление в начале сезона чешских спортсменов. Моравец занял второе место накануне. Шлезингер был четвертым. Они в Кубке Мира преследуют Эмилия Хегли Свенсена. Соответственно, тройка сильнейших. В тотале выглядит так. Свенсен, Шлезингер и Моравец. Итак, через 20 секунд Мартен Фуркат уйдет на дистанцию. Он будет иметь 28-секундный гандика по отношению к чешскому спортсмену, он же Моравцу. Мартен Фуркат, который занял 81-е место в индивидуальной гонке, был чрезвычайно расстроен. Выбросил все из головы и уже накануне показал просто блестящий результат. Сказал о том, что он на поступок к своему идеальному физическому состоянию. Будто и не было. Практически двухмесячной паузы, связанной с очень неприятным для спортсменов мононуклеозом. Но сейчас Фуркат, как он сам отметил, еще далек все-таки от своей оптимальной формы. Но что же будет с соперниками, когда Фуркат окончательно придет в себя? И тем не менее, он играл в кошки-мышки в смешанной эстафете, когда французская команда победила и на финише Фуркат снова был сильнейшим. А вот они, преследователи. 28-29 секунд отставания. Анжи Моравец и Яков Фах. Микол Шлейзингер, он был в призах первой индивидуальной гонки. Затем четвертым в следующий и пятая стартовая позиция. Плюс 45 от Мартена Фурката у Евгения Гараничева. Следом за ним 48 секунд отставания на старте у Антона Шипулина. Мильхеги Свенсен в желтой лидерской майке. Седьмая стартовая позиция 49. Плюс 57 у Ли Айнер Бьерндален. Он замкнул восьмерку сильнейших. Дальше Натан Смит из сборной Канады. Минутное отставание. Симон Эдер минута 0-2. Симон Шемп минута 0-4. Эрик Лессер минута 8. Расторгуев минута 8. Бем, бе, Александр Рус. Тимбург. 18-й стартовый номер у Александра Печенкина. Минута 19 отставания. У Дмитрия Малышко 21-й минута 27. Максим Цветков 31-й на старте. Плюс минута 46. И Тимофей Лапшин 2-06-42 стартовый номер. Вспомните, как накануне падал Евгений Гараничев. И фактически он потерял секунд 10-12 на этом минимум. Уж точно потеряв четвертую позицию, которая в итоге в спринте оказалась у Шлезингра. Повредил нос Евгений. Но вот сейчас уже без пластыря выступает. Хотя на самом деле заметно, что с чем-то таким посторонним лицо Гараничева контакт имело. Понятно, что Антон Шипулин говорил о том, что сегодня они будут обязаны с Гараничевым работать. По крайней мере преодолевая первый отрезок вдвоем на пару. Гонка имеет колоссальный тактический оттенок. И мы надеемся, что конечно не будем долго ждать от российского спорта. В данном случае биатлона первого подиума. Сегодня все предпосылки для этого есть, но тем не менее каждый раз будем дуть на воду, что называется. Мартен Фуркат. Километр 300 метров. Он проходит первый отрезок. Перед началом нынешнего сезона Фуркат говорил о том, что может быть даже болезнь пошла на пользу. Потому что мне удалось много добиться в стрельбе, многое переосмыслить. Есть ощущение, что немного опаздывал с подготовкой, но скорее это такое психологическое неудобство, что потом в итоге и подтвердило эстафета и спринтерская гонка. Но тем не менее индивидуально в какой-то степени чуть опровергло. Много мыслей было, когда вот это физическое недомогание у Мартена Фурката мешало ему тренироваться. Много задавал себе вопросов, удастся ли восстановить прежний уровень. Но тем не менее нынешнюю цель никто не отменял. Четыре больших хрустальных глобуса. Еще никому в истории биатлона четыре раза подряд Кубок Мира выиграть не удавалось. И вот сразу посмотрите, километр триста и Моравец и Фак, которые стартовали с 28-29 секундным опозданием от Мартена Фурката, уступают еще несколько секунд. Шлезингер плюс 42, тоже идет медленнее. Давайте наблюдать Гараничев и за ним Шипулин. Отставание Гараничева и Шипулина было 45-48 секундом. И вот сейчас 51-52, насколько быстрее идет Мартен Фуркат. 58 проигрывает Бьерн Даллен. Он-то, кстати, уступил, пожалуй, меньше всех. Причем Свенсен проиграл тоже 4 секунды. И Бьерн Даллен единственный, кто умудряется в свои 40 лет выдерживать вот этот стартовый натиск мушкетера. При всем при том, Бьерн Даллен проиграл всего лишь секунду, наверное, Мартену Фуркаду. Еще один российский спортсмен Александр Печенкин. 18-й результат, минута 19. Отставание на старт и сейчас 6-секундное отставание. Ну что ж, посмотрим, как будут дальше вести себя спортсмены в этой гонке. Миль Хегли Свенсен очень рад, что желтая майка лидера осталась у него. И сказал о том, что если Фуркат хочет у меня ее отнять, пусть вырвет зубами, потому что в гонке я ему не отдам. Александр Каспирович, наставник наших мужчин, обращал внимание, что приходит как раз вот то, ну не запоздалое, конечно же, по отношению к нетерым соперникам, но все-таки не пришедшее сразу вот это гоночное чувство, гоночное ощущение. И в этом смысле сложно переоценить значение именно этого пассюта, потому что гонка контактная, колоссальный психоэмоциональный, психофизический фактор присутствует здесь. И понятное дело, что в этой гонке, когда уже спортсмены бегут рядышком, если ты сумел сдюжить, если ты сумел отстоять свои позиции по отношению к очень мощным соперникам, конкуренция растется, ты дальше получишь необходимый заряд уверенности. Ведь следом три дня подряд, пятница, суббота и воскресенье в Австрии, в Хокфильсене будут спринтерские гонки, гонки преследования и, внимание, первые в сезоне гонки эстафетные. Не будем забывать, уважаемые друзья, что итоги вот этого уикенда мы подведем в 19.20 в понедельник в нашей программе Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Смотрите, мы поговорим о том, как выступала прельсию российская команда, но обратите внимание, что никто никаких штрафных санкций по итогам старта пассюта не получил. Спасмены сами знают свое отставание, сами стартуют и если будет нарушение, соответственно, либо 30 секундный штраф, либо дисквалификация. Итак, внимание, стрельба из положения. Лежа. Около 40 секунд перед предыдущей отсечкой выиграл Фуркат у соперников. 12-11 секунд, но все тщетно, потому что дважды промахнулся Фуркат. И вот то же самое мы видели в индивидуальной гонке, что это невнимательность, неготовность, тем более, что ветер позволяет стрелять здорово. Итак, вот она, мини-сенсация на старте этого пассюта. Мартен Фуркат отправляется бежать два штрафных круга, причем один по отношению к соперникам он явно себе позволить может. По большому, кстати, счету, с учетом 40 секунд, может позволить себе и два. Но для этого нужбы соперники, даже попадая медленно, чувствовали вот это ощущение стрелковое. Много времени проводили на рубеже. Фуркат уже практически прошел первый круг. Вот он сейчас бежит на второй. Я смотрю в окно комментадской кабины. Яков Пак закрывает. И сейчас шанс у Пака быть лидером гонки. Моравец последний выстрел не точно. Молодец Шипулин. Быстрейшим среди наших и Гараничев. Итак, вот он Яков Пак. Шипулин, Гердалин, Гараничев. Свенсен затянул с последним выстрелом, но все-таки попал. Итак, вы посмотрите. 8 секунд. Фуркат, Шлейзингер. 8,9 от Якова Пака. Гараничев, Шипулин. Они рядышком по-прежнему. Четвертый, пятый. И Бьерн Далин тоже на ноль отработал. Быстро. 17,2. Свенсен 19,6. Ну что ж, посмотрите, какая компания преследователей. Печенкин один раз промахивается. Итак, Яков Пак лидер. Дальше вдвоем. Младший Фуркат и Шлейзингер. Плюс 8. Плюс 14, плюс 15. Гараничев и Шипулин. Они по-прежнему продолжают идти тандемом. Затем норвежская сцепка. Бьерн Далин, Свенсен 17,19. Натан Смит, Моравец 28,29. Шеф 34. Расторгуев 37, УЗ. Малышка. Снова промахи у Дмитрия. Два, во всяком случае, и сейчас. Это в начале гонки. Он по скорости отнюдь не быстрейший в нашей команде. Вот такое сложное начало для остальных. И посмотрите, как здорово отработали наши лидеры. У Лапшина. Два промаха. Цветков стреляет чисто. Короткая реклама. Дальше продолжаем. Дальше продолжаем. Дальше продолжаем. Дальше продолжаем. Дальше продолжаем. Дальше продолжаем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Работа очень серьезная Ожидается они идут четвером И проигрывая 18 секунд Давайте посмотрим, что там остальные российские спортсмены после стрельбы Максим Цветков 28-й минута 20, он на ноль отработал, стартовал 31-м Александр Печенкин 41-м с тремя промахами завершил стрельбу, можете представить, насколько неудачно 2-0-2 Тимофей Лапшин 46-й с двумя 2-0-7 Вторая стрельба Бьерн Даллен сейчас несколько атакует Подостал чуть-чуть Свенсен, но делает это сознательно, потому что каждый согласно своим пульсовым характеристикам готовится к стрельбе Не стал Фуркат обходить Фака Чех тут рядышком И вот она четверка Где идут и российские спортсмены Снова Фуркат промахивается Шлезингер манит Яков Пак однозначный лидер сегодняшней гонки Шлезингер имеет два промаха Фуркат идет на круг Следим за четверкой, где Бьерн Даллен первым открыл стрельбу Свенсен мажет Триляет медленно и не точно Молодец Гараничев, молодец Бьерн Даллен и Шипулин рядышком Ну что ж, вот так Пока первые стрельбы из положения лежа Российские гвардейцы проходят лихо Смотрим, каким будет отставание от Фака Фак уже на дистанции И вот она тройка преследователей Гараничев, Бьерн Даллен и Шипулин 20-секундное превосходство лидера Но не втроем уходит Уходит все-таки вчетвером С ними Мартен Фуркат вплотную Расторгуев Моравец промах Лессер промах Симон Фуркат мажет Александр Ус здорово Эдер стреляет быстро Он известный скорострел Но вместе с тем и очень точный По началу нынешнего сезона Особых проблем у австрийцев нет со стрельбой Во всяком случае Функционалка страдает где-то Пайпер, Бернбакер попали Застрелился Симон Фуркат Следим за Цветковым Йоханнес Бео атакует из глубины И второй рубеж отрабатывает здорово Итак, после второго огневого рубежа Последний выстрел закрывает Максим Цветков Во-первых, обратим внимание Итак, Гараничев Бьерн Даллен Шипулин И Фуркат 20 с небольшим секунд проигрывает Якову Факу Словецкий спортсмен идет восьмым В Кубке мира после стартовых гонок 24 место в индивидуалке И, соответственно, третья позиция в спринте Сегодня стартовал под третьим номером И пока идет очень чисто Отмечаем Вот она Десятка сильнейших Замыкает которую Ус Отмечаем, что Покуда В стрельбе из положения лежа Очень здорово смотрятся лидеры Фуркат напротив имеет сразу три промаха Что, однако, не мешает ему находиться в головной группе У Лапшина один промах Александр Ус 16 место за счет прекрасной стрельбы Переместился на десятую позицию Ну, понятно, что ему нужно попадать в основу Потому что до начала нынешнего сезона Было неизвестно Станет ли он бегать на втором этапе Кубка мира С Ларсом Бергером Которого мы не видим здесь Но, надеюсь, увидим после Они готовились в команде Томаса Ольсгварда Известного лыжника У Лапшина тоже промахи Итак, Максим Цветков на ноль С 31 позиции Он переместился на 26 место Тимофей Лапшин с одним Всего три Идет 39 2.23 отставания Итак, отрезок 6 километров 300 метров Кто у нас пока удивляет? Натан Смит из сборной команды Канады Он идет шестым 35 секунд проигрыш Подсказывают Якову Факу Что касается Фака То, конечно, прошлый сезон Для него сложился явно не так, как он хотел Он был 12-м в общем зачете Кубка Мира Он выступил неудачно на Олимпийских играх В этом году здорово скорректировал подготовку Много занимался психологией Потому что именно из-за этого компонента По словам Фака У него были определенные проблемы 24 секунды отставания Яков Фак поймал кураж Причем интересно, что Фак вот этот отрезок прошел значительно быстрее и Мартена Фуркада Но здесь Фуркад, кстати, почему сейчас нечистит, не торопится Здесь Мартен Фуркад понимает, что нужно наладить стрельбу И сейчас уже не до быстрого бега Эмиль Хегли Свенсен седьмым идет на данном отрезке 24 секунды отставания Гараничева и Шипулина Снова российские парни тащат на себе Мартена Фуркада и Ули Айнера Бьерн Даллина Ули Айнер Бьерн Даллин после вчерашней гонки отметил, что все было неплохо Многое решит тактика В гонке, которая ожидает воскресенье Но про пасют он имел в виду, это понятно Ну и, кстати, обращали они, соответственно, внимание, что, может быть, как-то сработают команды По крайней мере, в начале гонки Но я думаю, что это, скорее всего, из разряда немного почесать языки Потому что уж дальше каждый сам за себя Бьерн Даллин отметил, что нужно быть еще более напористым для того, чтобы добиться успеха Во всяком случае, пока он околачивает подиум шестой-восьмой Вот она четверка тех людей, которые бегут к своему третьему огневому рубежу И пока посмотрите, насколько уверенно эту гонку ведут Гараничев и Шипулин В данном случае на второй-третьей позиции находясь Еще раз отмечаем, что Гараничев упал накануне И лишился гарантированного четвертого места в спринте Получил небольшое повреждение носа А Шипулин уже успел палку сломать Но это произошло на рубеже И Виктор Майгур, кстати, первый вице-президент IBU находится здесь Понятно, что работает на Россию в данном случае во всех смыслах Наш неоднократный олимпийский призер-чемпион мира И вот именно он был тем человеком, который помог Антону Шипулину Не стал сейчас выходить по разбитой лыжне вперед Мартен Фуркат Бюрдален работает вторым темпом И здесь Свенсон пытается Натана Смита догнать И уже практически получилось это у многократного олимпийского чемпиона С учетом того, что между ними было солидное все-таки отставание Емиль подскакивает рядышком И здесь же обратим внимание Шлезингер и Шемп Причем мы смотрим за теми, кто имеет очень хороший показатель Стартовав в глубине Жан-Гиом Беатрикс Отрезок 6.3, он проходит с десятым результатом Будучи двадцатым на старте Клемен Бауэр отыграл сразу 13 позиций Словенский биатлонист был 26-м, сейчас 13-м идет 23 секунды Яков Фак выигрывает у Гараничева, Шипулина, Фурката и Бьерндалена А это значит, что сейчас практически в одни ноги прошли отрезок перед стрельбой Итак, внимание, сейчас первая стойка в этой гонке Я смотрю на флажки И кстати, ну ветер временами довольно милости Беатлетам Хотя, во всяком случае, порывов можно ожидать Но сейчас вроде все спокойно Фак стреляет На круг Фак И вот тут психологическая борьба, обратите внимание На коврике по приходу спортсмены встают И Бьерндален опередил всех Поддавливает, а вот первым начал в этой группе стрелять Фуркат Гарантиев первым выстрелом мимо Эх, еще один промах у Гараничева Вот, когда рядом соперники тяжеловато И Шипулину тяжеловато Промахивается Трижды промахивается Гараничев Фуркат точен Бьерндален мажет Тоже не выдержал А Фуркат справился Два промах у Бьерндалена Шипулин на круг Натан Смит Натан Смит Бронил Гомеров и Акрита И наблюдал на биатлонной дистанции Натана Смита Друзья, это же классика Фак у Фурката 8,6 секунды 15,9 Но вот вспомните, как Лёгий Лех в прошлом сезоне многих разрывал в гонке А сегодня Смит Бирнбахер 5 из 5 Молодец Расторгуев снова мимо Ландертингер стреляет точно Юханес бьет два промаха Тарейбе последний выстрел Свенсон четвертый Свенсон молодец На ноль сейчас прошел Антон Шипулин Контрольную отсечку преодолел пятым 34,6 секунды Ну посмотрите, какой Фуркат Как здорово разложил себя вот на этом отрезке Цветков Один промах Один промах у Семенова Вспомните, а украинец был призером первой гонки Ну что ж Сейчас мы видим колоссальный прорыв У Бирнбахера Он был 22-м Сейчас 8-м Ландертингер С 30-го места на 9-е Линстрем С 36-го на 10-е Вот это да Неплохие бегунки Но еще лучше стрелковая подготовка Выше перечисленной тройки Бирнбахер отыграл очень много Но больше всех отыграл 26 позиций Фредрик Линстрем Посмотрите Но для нас главное Пятое место Антона Шипулина Одна ошибка была Евгений Гаранчев только что прошел Допустив три промаха Но вот опять же, опять же Психология И когда рядом Очевидные трудности Их создают соперники Здесь, увы, дрогнул Гаранчев Все-таки у него Гонки с раздельным стартом Складываются совсем иначе А вот теперь уже Фуркат не ждет Фуркат не ждет Потому что между ними Было 8,6 секунды И он атакует Но посмотрите, какая целина Как разбита трасса Ее критиковали В предыдущей гонке И в частности Дарья Домрачева Которая упала Из-за этого лишилась подиума Но Понимаем прекрасно Что пусть проигравший плачет А Winner Tax It All Победитель получает все И это не только песня Аббы Выходит вперед Мартен Фуркат Работает свободно Освобождая верхний плечевой Он прекрасно может Владеть своим телом Включается ровно тогда Когда это нужно Использует каждый момент Хоть для небольшого отдыха Для того, чтобы встряхнуть мышцы Потому что понятно Сейчас уже закисление организма Самое, что ни на есть, мощное 8,8 Для Фака Держаться за Мартеном Это не значит Делать правильно С точки зрения стрельбы Хотя если силы есть У словенца Может быть он и попробует А вот Натан Смит Это очень любопытный персонаж Ему 28 лет Он участник Олимпийских игр Чемпионатов мира Очень, кстати, добротный стрелок Он в прошлом сезоне Выглядел уверенно У него под 90% попадания А вот что мы видим дальше А дальше мы видим, как Антону Шипулину Трудно приходится И Мильхегли Свенсен Старается убежать А вот в этой группе Которая за Шипулиным Тут еще 4 человека Два немца Показался усы Трудновато Ландер Тингеру Все-таки сейчас мы видим Как уходили-то они Практически вместе С Бирнбахером А сейчас Ланди проигрывает Фуркат не будет пытаться Сейчас, я полагаю Отрываться По такой лыжне Ему очень тяжело Ну и понятно, что Физическое состояние Не идеальное Сейчас главное К последнему рубежу Подойти С хорошим Психоэмоциональным состоянием С хорошим Психофизическим фоном Я бы сказал Но вот посмотрите Тут, поскольку Не упирается Фуркат Особо И Есть возможность Нормально в своем темпе Поработать Факу Но судя по тому Что он сейчас Все-таки не сильно Растолкался на спуске Усталости больше У славенца Свенсен работает Без устали Напротив И каков молодец Канадец Посмотрите-ка Очень цепкий паренек Что у нас там Остальные россияне После третьей стрельбы Гаранчев Минуту 25 18 Цветков 33 С двумя На третьем рубеже У Лапшина уже Четыре промаха Один на третьем 2.20 Отставание 35-я позиция Малышка 37 2.20 2.45 Печенкин 39-й Пять промахов 3.1.1 Вот такой расклад Отрезок 9 километров 600 метров Организаторы Прикладывают Штанические усилия Для того Чтобы сделать трассу Но сейчас Что поделать Теплый декабрь Даже здесь Где полярный круг Близко Так А вот там уже Группа Преследователей Реактивизировалась Очень серьезно Все-таки Им идти чуть-чуть Полегче И Шипулин Кстати Никого не пропускает Работает своим ходом Ну не знаю Принесет ли это Свои плоды Но понимая Что Антон В общем уже В том состоянии Духа Прежде всего Наверное Вот этого Гонщицкого Когда не надо Обращать внимание И делать Свое дело Опыт контактных Гонок У Антона Колоссален В том числе И опыт Побед Большой Самый главный Конечно Это Эстафетный Триумф Сочинский Где все Разложил На последнем Этапе Гениальный Шипулин Не потеряны Еще шансы На призы Но тут Слишком много Соперников Четвертому Огневому Сейчас Уже потихонечку Подходят Лидеры Только Отдает Возможность Рядом Находиться Факу И они Уже На рубеже В то время Как Свенсен С канадцем Сделают сейчас Небольшой Кружочек А за Свенсеном Метрок Наверное В 55 Шипулин И еще 4 человека Внимание Последнее Стрельба Фуркат Бежит На круг На два круга Яков Вак Есть ощущение Что сегодня Но Свенсен Не будем забывать Об этом Смит Мажет Фуркат Почти половину Круга прошел Два промаха Три промаха У Смита Свенсен Не навяжет он Борьбу Фуркаду Шипулин Шипулин Ланди Усбернбакер Промахиваются Давай Мажет раз Беатрикс Свенсен Плюс 14 Но тоже Достаточно Опасно Хотя и все же Многовато Проигрывает Норвежец За Свенсеном Фак Посмотрите Как неровно Стреляют А это Кстати Порыв Вот сейчас Порыв Очень серьезный И все Как один Беатлонисты Почувствовали Влияние Этого противного Ветра Шлейнгер Моравиц Линстром Пайфер Промахивается Кто один Кто два раза Итак У нас Невероятный Шанс Сегодня Побороться За медали Конечно Конечно Сейчас Задача Максимум Для Антона Выглядит Все-таки Попробовать Подобраться К Фуркаду Пощипать Его Подергать Свенса Но здесь Эмиль Как всегда Конечно Весьма Эмоционально Реагирует На свои Промахи Понимая Что конечно В борьбе За желтую Майку Которую Кстати Он может Сохранить Сегодня Нужно было Явно Поближе К Фуркаду Находиться Но пока Между ними Пропасть Фуркад Идет Девятым Свенсон Первым Шипулин Шипулин За Мартеном Приближается Во всяком случае Есть ощущение Конечно Антону Спортсмену Накаченному Крупному Скажем так По такой трассе Тоже нелегко Идти И посмотрите Насколько там Большое преимущество У Шипулина Но он тоже Поработать Поработать Потому что там Еще очень опасный Соперник Свенсон будет делать Все для того Чтобы бороться За каждое Кубковое очко На третьем месте Идет Эмиль Между ними Было 6 секунд Между ним И Факом Я имею ввиду И здесь же Яков Фак Но думается мне Что Фак Эмилю Не товарищ В этой борьбе За медаль Мартен Фуркат Пытается На спуске Оторваться По прежнему Просвет Достаточно солидный Антон Шипулин Идет на втором месте Но вот посмотрите Всего лишь Несколько гонок Буквально две Понадобились Антону Для того чтобы Он уже поймал Вот это ощущение И понятно Что сегодня Будем на пьедестале Совсем с другим настроением И болельщики И команда Будут находиться Фуркат Фуркат И за ним Шипулин Антону трудноватый Фуркат Получает информацию От тренера Что все-таки Шипулин не подходит В этот пупыречек В этот подъем Ускоряется Нет между ними Отрыв достаточно большой Конечно хочется нам Чтобы Шипулин Имел все-таки Что у нас там С графикой-то кстати Где шипулинские результаты У меня на севедате нет Фака кстати Уже практически Трое Преследуют Подошли вплотную Да 12 секунд Отставание Шипулина Было ощущение Что приблизился Но вот на этом участке Все-таки Фуркат Ускорился И еще прибавил Не думаю Что Мартен В данной ситуации Понятно Упустит свою победу 20 секунд Преимущество Шипулина Говорит о том Что он не упустит Своё серебро В данном случае Но вспомните Кстати Игорь Аничев Шипулин Показав свои результаты В предыдущей гонке Четвёртый Угора Пятый Угора Аничево Шестое место У Шипулина Они так здорово Никогда сезон не начинали То есть это лучший результат Из торсунского спринта Антон Потерпеть Поработать Антон Для того чтобы Запротоколировать Своё второе место Нет Сейчас он отказывается От дополнительного питания Ну что ж Молодец Шипулин Сегодня Антон Показал себя Настоящим бойцом Но вот Отметим Что у Фуркада четыре промаха У Антона один Пока в этой головной группе Точно никто не стрелял Гараничев Но всё же молодец Когда нет давления Чувствует себя здорово Точно отработав Одиннадцатым сейчас идёт Точно отработав на рубеже На последнем Фак Фак Страдает сейчас от того Что здесь Посмотрите Ландер Тингер С тридцатого места Он уже сейчас Борется Не просто за попадание В шестёрку А фактически За четвёртое место Айда Ландер Тингер Айда Австрийский сын Мартен Фуркад Антон Шипулин Фуркад уже бросает Потихонечку работать Понимая Что будет сегодня Ещё одна победа Вторая подряд И Антон Шипулин Который в розыгрыше Кубка мира На достаточно унылой Восемнадцатой позиции Шоу Понятно Сейчас здорово Улучшит свои показатели Четыреста метров До финиша У нас есть первая медаль Уважаемые друзья И снова стараниями Антона Шипулина Второе место Свенсон не подбирается И тут сражение За кубковые очки За места И понятное дело За призовые деньги Которые как известно Никто не отменял Фак Ландер Тингер Шемп А всё-таки впереди Тут зарылся кто-то из немцев И вот финишный момент Итак, уважаемые друзья Вот и дождались мы Первые медали От российских биатлонистов Сегодня За Мартоном Фуркадом В гонке преследования Мушкетёр первый А на втором месте Будет Олимпийский чемпион Антон Шипулин Молодец Браво, Антон Здорово Хорошая гонка Надёжный ход Антон показал И в предыдущем виде Программы в спринте И сегодня Прорвало Всё-таки мы Свой пьедестал Получили И вот за третье место Борьба Свенсен Подпускает Сейчас Вы посмотрите Фака Но он оглядывается Всё понимая Прекрасно Играет в такие Кошки-мышки Ланди Или Фак Фак или Ланди Сейчас фотофиниш Решик Дальше Шемп Дальше Бернбахер Они тоже большие Молодцы Но Ландер Тингер За четвёртое место Сражался Будучи тридцатым На старте Феноменально Ну что ж И всё-таки Фак И всё-таки Фак На финише Ландер Тингера Сделал На одну десятую Долю секунды Бернбахер Александр Рус Это всё Спортсмены Которые здорово Улучшили Свои показатели Вот посмотрите-ка Ну Фак Только ухудшил Будем считать Шипулин стартовал Шестым Второй Свенсен с седьмого На третий Ландер Тингер С тридцатого На пятый Гаранчев финишировал Одиннадцатым За Бьерндалином Бьерндалин десятый По три пробаха И у Бьерндалина И у Гаранчева С тридцатого Места Ланди На пятый С одиннадцатого На шестой Шем Бербахер С двадцать второго На седьмой Александр Уз С шестнадцатого На восьмой Беатрик С двадцатого На девятые Остальные наши Цветков был Двадцать шестым На семикилометровке Проигрывая минуту Нет, я прошу прощения Что-то Какие семикилометровки У нас же Двенадцать с половиной Километров Да? В азарте Ещё и не то Скажешь Двенадцать и одна десятая Цветков двадцать седьмой Да, две тридцать шесть Отставание Лапшин двадцать девятый Две сорок две У Цветкова Три промаха Все на стойке Лапшин два Один один Всего пять Ну и дальше Отмечаем, что очень неудачно Прибалт Расторгуев Провёл сегодняшнюю гонку Шесть промахов Ну и по-прежнему Ничего не клеится У Дмитрия Малышка Шесть промахов У Димы Он был сорок первым На отрезке Один километр Триста метров Шесть промахов И четыре минуты Отставания И трудно Александру Печёнкину Но он Фактически дебютирует Сейчас только Сорок третий результат Три пятьдесят семь И две десятых Восстанавливается После травмы Алексей Волков Ещё один олимпийский чемпион Тимофей Лапшин Финишировал Мы, конечно Надеемся, что Ротация в команде будет Потому что и Каспирович Об этом говорил Уже По клюке По всей видимости Кто-то присоединится Из команды Б Из тех спортсменов Молодых Которые покажут результат Ну и ещё раз Мы обращаем внимание Что в конце декабря Традиционная Ижевская винтовка И по итогам В состязании в Удмуртии Два человека У мужчин и у женщин Получат возможность Поехать на январские Этапы кубка Тем временем Посмотрим Гоночную статистику Лучший ход Сегодня у Ландер Тингера У Тария бил второй ход У Мартена Фуркада Четвёртый Йоханнес бил третий ход Показал Десяти секунд Фуркад У Лупшина Двенадцатый ход Плюс двадцать семь Шипульна Девятнадцатый Плюс тридцать восемь Более-менее добротно Гаранчев Двадцать третий ход Плюс сорок три Цветков Плюс пятьдесят пять Двадцать девятый ход Еще раз я отмечаю Что в пятнадцать часов Двадцать пять минут Женская гонка Та же самая гонка Преследование Ну и понятно Что настроение Совсем иное Мартен Фуркад Одна провальная гонка И здесь же Три победы С учетом его Виктории в миксе В смешанной эстафете Ожидал ли Фуркад От себя подобного Не знаю Но во всяком случае Слишком много Он говорил о своем плохом Самочувствии Я уже как-то Произносил в репортаже Скажу еще раз Шутливая такая поговорка Есть в спорте Бойся больных и беременных Поскольку второе Фуркаду не грозит А что касается первого То Ну Может быть и пошло На пользу Во всяком случае Конечно сейчас Если анализировать Движение Мартена Фуркада Нет может быть Такой взрывной скорости Нет такой мощи Которая была в прошлом году Но даже с учетом Превходящих обстоятельств Тем не менее Мартен Фуркад Может работать потрясающе Что он доказал Выиграв еще одну гонку И фактически С учетом тех 60 очков Которые он получит Он существенно приблизится К Эмилию Хагли Свенсену Но впрочем Свенсен сегодня На финише третий А это значит Что свою желтую майку Эмиль сохранит Что касается Мартена Фуркада Вот любопытно кстати Что в прошлом сезоне На этапах Кубка мира Ведь гонка-то была отменена Из-за плохой погоды Год назад В Эстерсунде Гонка преследования У мужчины, у женщины У женщины остановленного У мужчины отменена Потом дополнительную Личную гонку Спринтерскую провели В Конте-Лахте Так вот Фуркад Одержал первую победу В Пасюте В Хогфильцине А затем Уважаемые друзья Мартен Фуркад Ни одной гонки Преследования Не выиграл В сезоне Однако у него Тем не менее Была самая главная И самая важная победа В Пасюте Это на Олимпиаде Когда после шестого Места в спринте Мартен Фуркад Выиграл Пасюте И индивидуальную гонку Еще второе место В масс-старте Став двукратным Олимпийским чемпионом Итак, сегодня Антон Шипулин Испытывая Проблемы с инвентарем В этой толчье На первом огневом рубеже Была сломана палка Но все-таки Тренеры команды Сработали оперативно И Мы видели Действительно Насколько по-настоящему Зрелым бойцом Стал Антон Ну понятно Что вот такие гонки Как была на Олимпиаде На последнем этапе Они заменяют Десять иных Но то, что Антон Превосходный тактик То, что он великолепный Стратег Мы это прекрасно знаем И находясь Вот в этой гуще событий Уже Шипулин Конечно обладает Вот всей той Необходимой полнотой Власти для того Чтобы и биатлоном Королем стать В таких дисциплинах Призер чемпионатов мира Понятно, что Личной победы Не хватает Уже на Крупных соревнованиях Но вот то, что сейчас В начале сезона Ведь Антон Не очень-то и блистал В декабре До этого Но сегодня Сегодня Шипулин второй И для нас Согласимся Это Сродни Виктории Результат был Очень хороший Результат добротный И сегодня мы Этому обстоятельству Очень рады Ну а сейчас Потихонечку готовится У нас церемония Награждения Для того, чтобы Все радовались Ну и понятно, что В сборной команде Франции Все работают Как часы Это и тренерский корпус Это и разумеется Все те люди Которые работают В сервисе Итак, итоги Сегодняшней гонки Обратите внимание Что Бьерн Даллин Снова в десятке Сильнейших Но наверное Хотел явно За другие позиции Бороться Ули Айна Евгений Гаранчев Одиннадцатый Смит в итоге Занял Шестнадцатое место Максим Цветков Двадцать девятый Тимофей Лапшин Тридцать первый Александр Печенкин Сорок первый Сегодня Кубка у хачков Не набирает Смотрите, Александр Жирный Представитель сборной Команды Украины Некогда выступал За российскую сборную Ну точнее Не попадал В российскую сборную Но выступал На всероссийских Соревнованиях И теперь принял решение Бежать именно за Украинский коллектив Но мы Но я думаю Уважаемые друзья Что Мы не будем В районе Марковкиного Заговения Искать И собственно Наших женщин В том смысле Что Конечно Хочется Чтобы был Подиум В итоге Российским Но там Отставания Достаточно Большие Итак Уважаемые друзья Мы ждем Церемонию Награждения Сегодня Снова Лучший Мартен Фуркат Эмиль Хегли Свенсен Третий А между ними Антон Шипулин Но обращает На себя Внимание Конечно Снова Посмотрите Несмотря На конкуренцию Кстати Вот Насколько Прибавили Доминик Ландертингер Андреас Бернбахер С 30-го места 25 позиций Отыграв 15 позиций Отыграл Андреас Бернбахер Хотя Немец Готовился К этому Сезону Очень Сложный Даже Поначалу В основную Команду Собственно Не попадал Ну а вот Они Хитросплетения Сегодняшних Гонок Еще раз Мы наблюдаем У Мартена Фурката Сразу Все пошло Наперекосяк Два промаха Затем Один У Антона Шипулина Напротив Во-первых Рубежа Сложились блестяще Один промах На стойке Только имел Антон И мы с удовольствием Всех Поздравляем Антон Шипулин Представитель Свердловской области Личный тренер Путров Ну что ж Уважаемые друзья Вот такие у нас Эфирные рамки Кстати Из серии Кто не спрятался Я не виноват Я завершаю Сейчас свой репортаж Для того чтобы Нам дальше уже выйти На женскую Гонку В 15 часов 25 минут Для того чтобы Следом вы могли Посмотреть не менее Яркие программы А может быть Какой-нибудь Рейтинговый художественный фильм С вами был Дмитрий Губерниев Я надеюсь что Кстати на канале Спорт 1 Сейчас Ищите цифровое Семейство ВГДРК Мы покажем вам Цветочную церемонию Для того чтобы Вы могли И мы все В полном объеме Насладиться Вторым местом Антона Шипулина С вами был Дмитрий Губерниев До свидания Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Продолжение следует...